Свыше 42 миллиардов тенге господдержки получили аграрии Акмолинской области в прошлом году. Большая часть этих средств была направлена на субсидирование животноводства, проведение пассивных и уборочных работ, а также на инвестиционные проекты. В целом, по словам властей, представители сельскохозяйственной отрасли завершили год с высокими показателями. Несмотря на сложные погодные условия, хлеборобам удалось собрать больше 5 миллионов тонн зерна. О достижениях Акмолинских аграриев расскажет Азамат Казжанов. В Акмолинской области, считающейся одной из основных житниц страны, ежегодно растут и объемы мясоперерабатывающей промышленности. Из более 400 имеющихся различных откормочных площадок, 7 являются крупными. Одна из последних была открыта в Зерендинском районе. Здесь могут содержать до 10 тысяч голов высокопородистого скота. Будем работать дальше. В перешедине компания, я вам скажу, наша компания хочет открывать в Акмолинской области где-то 300 тысяч откормочных мест. Подобные площадки позволяют ввести откорм свыше 30 тысяч голов скота и в свою очередь обеспечивать сырьем местные мясоперерабатывающие предприятия. На ближайшие несколько лет специалисты ставят перед собой масштабную задачу – увеличить производственную мощность комбинатов до 95%. Ежегодно увеличивается рост поголовья сельскохозяйственных животных. В прошлом году было создано 150 местных ферм с завозом более 10 тысяч голов маточного поголовья КРС. Загруженность, допустим, мясокомбинатов в настоящее время составит более 77%. Поэтому с ежегодным увеличением роста производительности объема сельскохозяйственной продукции, естественно, увеличивается и загрузка перерабатывающих предприятий. Неплохими результатами завершилась в регионе и уборочная компания. Несмотря на обильные осадки, аграриям удалось намолотить больше 5 миллионов тонн зерна, читали специалисты. По их словам, добиться такого результата позволило использование высокотехнологичных методов уборки и современная техника. Замат Казжанов, Евгений Шинкаренко, Анатолий Поляны, Акмолинская область, Хабар, 24.